Доброе утро! Вот, собственно. И все это произойдет в ближайшем будущем. Чего ты? Я улыбаюсь. Симпатичный молодой человек пришел. Говорит томным голосом. Я воодушевлена. Причем я же не видела этот клип, который крутится у нас в эфире. Я же в отпуске была. Поэтому для меня будет 100% премьера. Прямо вот 200%. Вот, Артем, один человек у нас точно есть, для которого будет премьера-премьера. Я очень надеюсь, что вам это понравится. Мне очень понравится. Да, песня называется «На расстоянии выстрел». Но позже мы о ней поговорим и клип обязательно увидим. Пока. Давайте начнем с самого проекта. Давайте начинать уже, да. Я вот, знаете, подслушала краем уха ваш разговор, что недолго парился над названием. Вообще недолго парился. Потому что, нет, на самом деле сначала были очень... Было очень много вопросов касаемо, как ты будешь называться, что там будет. У меня было, допустим, как бы было уличное такое название, которое было принято в узком кругу. Это было стритовиню, артист и так далее. Вообще, как бы все звали Артема. Всегда. Ну, как бы Артемом-то я не выйду на сцену. Ну, а почему прям Артем? И как-то, ну, как-то она не ложится на слух. И вот тут просто вот товарищ говорит, триллеры любишь? Я говорю, люблю. Ну, все. Ну, то есть для тебя триллер это то, что держит в напряжении? Да, то, что держит в напряжении, то, что не оставляет тебя равнодушно. То, что вот появляется какая-то искра, ты это видишь или ты это слышишь, и тебя это цепляет. Ну, вот в твоем творчестве композиции больше каких? Все-таки лирических или на злобу дня, вот знаешь, как у Баста, да, что там все? Ну, я бы даже не сказал, что как у Баста. Вот, допустим, я вот могу так сказать, что я люблю больше драковое звучание, которое, ну, если грубо говорить, то грузит. Как бы грузит, но при всем при этом просто энергетика такого формата музыки, она отличается от лирических произведений других. Потому что вот, допустим, я лично сам знаю как слушатель, как человек, который обожает музыку. Ну, если я слушаю исполнителя, я хочу услышать что-то, чем больше драйва, да? Эй, когда ты приходишь на концерты, и весь концерт одна лирика, ну, я видел такие концерты, это страшно. Ой, смотри, он перешел на субтон, какой голос хороший. Это страшно, это просто страшно. Ну, подожди, нет, ну, ты стоишь час, час, максимум ты стоишь час тридцать, и ты слушаешь сопли. О том, что она меня бросила, все не так. Нет, ну, слушай, ну, это реально тяжело, ну, там, как бы драйвовое-то не было, все равно тяжело слушать. Ну, когда ты выходишь, просто берешь в руки микрофон, тебе даже представляться не надо. Ты просто вышел, бит заиграл, или банально у тебя живой аккомпанемент, ты развалил так, что зал упал. Слушай, ну мы чуть поговорили, до эфира ты же все-таки двумя руками, двумя ногами вообще на сто процентов за живое звучание, и ты за то, чтобы из любого стиля сделать такой настоящий хороший живой рок-н-ролл, правда же? Вот, я просто объясню так, что как бы у музыканта не должно быть никаких границ, не должно быть никаких рамок. Музыкант должен уметь адаптироваться под любой формат исполнения своих песен, или вообще любого другого жанра музыки, мне кажется. Вот «Ветер с моря дул» смог бы исполнить? Если вы мне дадите буквально дня два, я сделаю свой минус, сделаю свою аранжировку, сделаю свой формат исполнения текста, и я вам дам такой продукт, который вам очень понравится. Слушай, Артем, я вот сейчас вот слушаю тебя, да, мы с тобой до эфира говорили про наш российский менталитет, про американский, но, блин, ты рассуждаешь как европейец, как американец. Как европейец? Да нет, я рассуждаю. У тебя подход фермучий. Просто потому что я воспитан так. Во-первых, воспитан так, во-вторых, как бы просто я всю свою жизнь, я всегда очень интересовался вообще, как люди, которым приковано очень огромное количество внимания, приковано очень много взглядов, как они себя ведут, как они себя ставят. Это очень, на самом деле, важный аспект. Допустим, элементарно, если уж я выбрал такую профессию для себя, если я выбрал связать свою жизнь с ней, то как бы надо уже на 100% быть. Именно вот в этом деле. Каждый день должен быть у меня, по крайней мере, я лично для себя знаю, таким же 5 минут, как до концерта. Слушай, это вот самый крутейший подход не только к музыке, а к жизни вообще, который только может быть. Но, друзья, кстати, между прочим, кто-то из вас наверняка заметил, что голос Артема, я скажу об этом, все равно об этом скажу, кого-то напоминает. Вот и гены-то, и никуда ведь их не денешь. А все почему? Потому что у нас в гостях сегодня сын Александра Маршала. Мы об этом не могли сказать, потому что... Я хочу сказать, что все равно голос у него самобытный. Ты понимаешь, он вот когда начинает так вот как бы снижает громкость, и начинает шептать, и прямо что-то есть такое, аж мурашки. Слушай, Артем, ну поскольку об этом заговорили уже, скажи, как отец отнесся вообще к всему этому? Когда первый раз услышал, что сказал вообще? Нет, сначала я как-то не делился с ним вообще тем, чем я занимаюсь. Ну как-то делал там на своем вообще, и кайфовался от этого. А потом однажды он услышал демку как раз от песен «На расстоянии», потому что она была записана очень давно. Она была просто сделана как проект там наболевшая, то есть что-то было там такое в груди. И так заходил и говорю, это что такое? Говорю, это демо. Это еще и поешь. Ну, пробую. Я такая, ты что мне не ставил? И вот как-то вот с этого момента все потихонечку пошло. Просто мне нравится то, что я там не приходил. Я просто не воспитан так, чтобы там приходить что-то просить. Я делал как делал, а он сам это услышал, и его это заинтересовало. То есть до этого момента он реально не знал, что ты что-то делаешь, что творишь, сочиняешь и так далее? Нет, нет, нет. У него свои дела, у меня свои дела. Слушайте, ну все равно свои дела. Вот ты вырос в такой семье, где была рок-музыка, да, вот на волне. Да, я сам был металлистом раньше, был скримером, вокал. А как ты вот от металлиста перешел все-таки в хип-хоп, фрэп? А, во-первых, могу сразу сказать такую вещь, что вот было время, когда, допустим, людям, я не знаю, как даже это объяснить, людям было по барабану на то, что, допустим, вот что о тебе там подумают. Вот я слушаю металл, а я слушаю металл. Потом со временем просто, что рок-музыка простая, олдскульная. Вот как вот с олдскульным роком, когда пришла поп-музыка в Америке. Вот как история у моего отца, вот он собирал стадионы, все было круто. А потом в один момент появляется MTV с поп-чартами, и все, никто никому уже не нужен. Эта музыка ушла на второй план. И тут ровно то же самое. Потом пришел металл пост-хардкор, или треш-метал, или еще какая-то жесть. Меня это зацепило, но как бы человек, я еще был малым, можно так сказать, и как бы очень впечатлительный, эмоциональный, эмоции дохера, извиняюсь. И как бы их надо куда-то вкладывать. А эта музыка позволяет тебе это сделать. Потрясти башни, тяжелые рифы, что он говорит, что он кричит, по барабану кричит, и нормально. Ну это естественный процесс, да? Как в свое время было бы глэм-метал, все было хорошо, потом появилась нирвана, и поломало все вообще практически. И все, и да, и все ушло. Слушай, ну мы уже практически вот на грани нашей премьеры, на грани песни. Давай представь, пожалуйста, песню, которая прямо сейчас прозвучит. И клип, естественно, друзья, который мы прямо сейчас с вами посмотрим. Это называется «На расстояние». И я желаю вам приятного просмотра. Я думаю, эта история вас зацепит, потому что хотелось бы уточнить один факт, что это настоящая история, которая произошла в жизни, да, именно благодаря этому и написала эту песню. Итак, друзья, давайте смотреть, слушать прямо сейчас проект «Трилла» и песня «На расстоянии выстрела». Смотрим и слушаем на стране FM. Я люблю твой запах, как запах денег. Ненавижу твои слезы, как понедельник. Буду один в холодной постели. И лучше так, чем буду не с теми. Я люблю твой запах, как запах денег. Ненавижу твои слезы, как понедельник. Буду один в холодной постели. И лучше так, чем буду не с теми. Ты мне мешаешь думать о делах, бей Я набираю твои цифры, когда пьяный Я помню, утром ты играла на пиано Но я понимал то, что сорву свой голос поздно или рано Пой вместе со мной Я догадел остаться, но мне пора Я не твой, больше не твой И я готов принять, что ты не моя Оставь на память фото В тот день я пьяный, в тот день я рядом с тобой Я люблю твой запах и запах денег Ненавижу твои слезы, и в понедельник Буду один в холодной постели И лучше так, чем буду вместе Я люблю твой запах и запах денег Ненавижу твои слезы, и в понедельник Буду один в холодной постели Ты лучше так, чем буду не с тем Я люблю твой замок, мой запутник Ненавижу твои слезы, а не девушка Буду один, кого не посылит Ты лучше так, чем буду не с тем Не подпускай к себе близко Небо упало так низко На расстоянии выстрела Мы с тобой Не подпускай к себе близко Небо упало так низко На расстоянии выстрела Мы с тобой Мы с тобой Мы с тобой Мы с тобой На расстоянии мы с тобой На расстоянии мы с тобой Я люблю твой запах, и запах денег Ненавижу твои филеты, и понедельник Буду один, кого не посылит Ты лучше так, чем буду не с тем Ну, бурные аплодисменты, как выводится, аплодисменты теперь уже были аплодисменты одному человеку, теперь аплодисменты двум человекам, потому что нам приснился второй человек, очень важный для Артема, для его карьеры, да? Слушай, расскажи сам представь, пожалуйста, Макса. Ну, Макс, давай ты представишься сам. Не-не-не, давай ты. Максим Сильвенцов у нас угощает. Да, в конферансье буду, да? Это человек, который является одним из самых близких людей в моей жизни на данный момент, и я очень рад, что даже учитывая, что я работаю с этим человеком, ты не ломаешь мои близкие отношения с ним. Это человек, который занимается всем практически, что только у меня есть. А музыка, клипы, фотографии, это все. Слушай, ну это тут редкий случай, потому что обычно как бывает, да? Друзья, друзья, начинается, ну пусть творческий, но бизнес, но общее дело, да? И все, друзья, все. Хочешь потерять друга, начни с ним общий бизнес и не займи денег. У вас не так все. Нет, вообще не так. А потому что это не бизнес, это творчество, сто процентов. Вот. А, Максим, что ты делаешь? Аранжировки, сведения, да? Ой, вообще все. Клип же ты снимал тоже, да? Клип, да, я режиссировал, снимал, собрал команду, у меня была своя команда, придумал идею, креатив и так далее и тому подобное. И вот здесь еще, да. И, наверное, тут большой плюс, когда ты дружишь с человеком, когда ты для него делаешь какой-то продукт, это становится чем-то больше, чем продукт. Ты можешь прочувствовать его эмоции, когда он писал эту песню, нежели чем если, допустим, снимать для человека, как для простого заказчика. Поэтому это огромный плюс был. Чувственности как-то больше. Ну, просто фишка в том, вот мы с Максом эту тему обсуждали не раз, что когда ты делаешь проект незнакомому человеку, тебе как бы, ну, тебе платят деньги, да? Ты любишь свое дело, ты как будто вкладываешься, но ты же не знаешь всей подноготной, там, допустим, твоего же заказчика. А тут как бы мы с ним общались на равных, и поэтому как бы все получалось очень просто и легко. Ну, кроме бассейна и 7 часов, понимаете? Слушайте, а ну клип мы посмотрели, давайте все-таки о нем поговорим. Ну вот уже начали они говорить про бассейн. Да-да-да, где снимался, при каких условиях, в каком месте, сколько денег было потрачено? Все-таки ты платил. Как модно сейчас. Сколько? Какой модно. Ты зарабатываешь. Да-да-да. Сколько тебе платит Артем? Ну, по-разному. По-разному. Я много стараюсь не брать. Ну, друзья. Да, и получается. Снимали? Да, где снимали? Снимали мы в бассейне, который называется H2O. Ноль, и там много-много артистов снимали свои клипы. Но никто не пел, да? Это в Москве, да? Никто не пел под водой. Знаете почему? Глаза щиплет. Ой, как щиплет. Ой, как щиплет. А ты что-нибудь капал? Какие-нибудь капельки специально? Нет, чтобы... Везин, бутылек ушел, по-моему. Бутылек везин и Редбула в 6. Это 7 часов под водой. Я потом как бабушка была. Он не выходил. А, вот эта кожа она стала... Я не выходил, понимаете, я не выходил. Водичка там тепленькая, а снаружи-то холодно. И как бы выходить не надо. Их театр-то послал. Слушайте, а кому идея такая пришла в голову? Мне. Залезть под воду? Мне. А как? Осенил тебя во сне приснился или что? Или где-то чего-то? А это, знаете, такой процесс, который трудно описать. И еще просто думали, кто не сделал что-то еще у нас, как бы вот в стране. У Макса как бы голова здесь заточена на такие вещи. Там идея как бы того, что он тонет в отношениях с девушкой. И в этом была главная суть вот этого. Показать, как он тонет. И в конце его вытягивают. Просто иногда обрезают клип. Ну, это такой режиссерская, важная такая штука. Его в конце девушка вытаскивает оттуда. И как бы хотелось максимально выразить вот эту эмоцию, когда человек тонет в отношениях. В плане он задыхается. Он не дышит, у него нет воздуха. А потом его девушка вытаскивает. И как-то вот пришла идея так реализовать максимально эмоционально. Как типа погружаешься в омут. Слушайте, а там та же девушка вытаскивает или нет? Потому что у нас режиссерская. Все та же. Не, у нас даже есть один кадр, который, к сожалению, мы не смогли этого ставить. Как она еще один раз пыталась меня вытащить, но она упала. И упала в воду. Да, так получилось. Прямо платье, да. Мне кажется, надо такую нарезочку сделать, и потом ее показывать тоже, как снимался клип. Сделаем, конечно, слава богу. Но это редкий случай, когда девушку вытаскивает в финале историю. Прости, Лер, я сейчас. Обычно бывает все. Слушайте, но ваша работа, безусловно, будет продолжаться и дальше. Есть какие-то наметки уже? Вот какая-то конкретная песня, которая готова, которая в работе делается? В работе, есть в работе. Планируем делать материал сейчас более энергичный. Так хочет Артем, и я, в принципе, поддерживаю его в этом. Будем работать, есть наброски, пока не буду раскрывать все карты. Да, мы просто говорили сейчас на тему, знаешь, какую? Вот когда ты приходишь на лиричный концерт, и целый час ты слушаешь лирику. И тут вот спереди стоят два ряда, которые хотят тебя пожалеть, девушки. Все вырвутся, рвутся. Артем говорит, не, не надо. Так, и самое интересное, мне-то как артисту надо как бы вжиться в роли. Если я целый час буду петь лиричные песни, то мне кажется, у меня остановка сердца под концерт произойдет. Ну, надо так, не вникает. Слушайте, ну это прям будет дэнс какой-то? Ну, понятно, в жестком варианте. Это будет трендово. Это будет трендово. Я скажу так. Гитарки бежащие. Я опять же скажу это, Макс, это будет трендово, и я все равно буду стараться включать дарк. Потому что это вот мое, то, к чему у меня душа лежит. Но Макс за тренд, и он абсолютно в этом прав. Не нужно идти против времени. И нужно, даже я бы не сказал, что идти прямо с ним в ногу. А надо просто смотреть, как оно адаптируется, и адаптирует это под себя. Артем, а скажи, пожалуйста, ну вот когда ты пришел, понятно, Гена, все это по-другому быть и не могло, мне кажется, абсолютно. Без вариантов. Это тот самый хороший. Ну, не получилось. К счастью. Да. Для всех нас, правда же. Ты сам или все-таки были, ну я не хочу говорить слово кумира, потому что он дурацкий, но были те люди, которые на тебя повлияли? Кого-то ты услышал и сказал, блин, это же вот я буду вот тоже так же. На тему вообще, как я перешел к хип-хопу, я услышал, была такая группа Крэк, Китчен Рекордс. Раньше в старом составе там был Ассай, был Фьюз, потом Ассай ушел, сделал отдельную банду. Но суть в том, что я услышал сначала хип-хоп не агрессивный, а вот именно лирику, жизненную лирику. Я начал услышиваться слова, и металл потом как-то пошел по своим делам. И меланхолия жизненная с этой музыкой пришла, а потом уже дальше как-то начал интересоваться, и все вот началось с группы Крэк, питерской группы Крэк. А вот, ну я слышал, да, я просто, да, я хочу облеснуть, что я знаю, понимаешь? Молодец. Слушай, ну а из тех, кто сейчас, ну скажем так, в тренде, да, кого видно, и кто появился совсем недавно, таких артистов много, да, кто буквально за год, за два года так раскрутили, что просто дальше некуда практически. Кто прям, вот ты говоришь, это... Прилушев-хип-хоп артистов. Это прям, вот ребята, это огонь, это очень круто. Ну что, для меня это скриптонит, для меня... Как бы сейчас на самом деле страшно, страшно, странно, не звучало, блин, а лжей. Красавчик. Что, красавчик. От подъездов... Мокрые джинсы? Да, как бы у него раньше, если вы послушаете старые утраки, там от подъездов до клубной индустрии. Как бы красавчик. И... кто? Так, в принципе, вот прям вот на момент мне более как-то особо никто не приходит. У меня... У меня просто... Я слушаю очень много молодых исполнителей, которых даже особо никто не знает, которые там, допустим, я о них там узнаю от своих знакомых. И они вот только-только поднимаются, и вот я могу по поводу многих из них сказать, что вот они выстрелят. Имена я называть пока не буду, потому что я уверен, что вы услышите, если мы с вами еще один раз встретимся, то я скажу, а вот я говорил тогда... А ты приходи хоть каждый день. Вот, а мы, кстати, и проверим это, я думаю, что в ближайшем будущем. Ребят, я хотела, вот знаете, что спросить. Вы сейчас работаете материалом как таковым. Ну, девчонки, я все про девчонок, про вас-то, мужиков, ладно. Смотрите сейчас телерадиоканал Страна ФМ, слушают, говорят, хочу в фан-клуб как-то войти. Где можно живое выступление, в какой клуб можно прийти в самое ближайшее время и послушать, рукой потрогать. Или если пока нельзя, что уготовить, что планируется вообще в этом плане, в плане живых выступлений. Мы не будем долго тянуть, это я могу сказать сразу, но есть такая одна вещь в нашей жизни, чем томнее ожидание, чем слаще потом. Хорошая затравочка у вас. Слушайте, ребят, полчаса и все, и нет их практически, пролетели они. Ребят, огромное спасибо. Проект Трила, Артем Меньков, Макс, тебе огромное спасибо, что все-таки успел к нам прийти. Было крайне приятно пообщаться. Ждем вас еще, приходите с новым материалом, будем ждать. Спасибо вам, Артем. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова